Тему ремонта железных дорог обсудим с главным менеджером департамента пути и сооружения филиала КТЖ Бериком Беятовым. Здравствуйте. Расскажите, где и какие ремонтные работы были проведены? Ну, как вы уже отметили, свыше 1400 километров магистрали у нас на плане держим на этот год. Выполнение сейчас составляет 96% на сегодняшний день. Работы проводились на всей сети магистральных железных дорог Республики Казахстан, то есть по всем регионам. У нас осталось завершить ремонт пути буквально в южных регионах, где позволяют свободные условия, ну и часть западных, юго-западных областей нашей республики, так скажем. А как это отражается на интенсивности движения поездов и на их скорости? Да, вы правы. При проведении вообще плановых ремонтных работ, как известно, у нас требуется введение ограничений скорости на участках, которые у нас ремонтируются. Ну, что отражается, конечно, на соблюдении расписания движения пассажирских грузовых поездов, но это вносится изменение в график движения этих поездов. То есть это регулируемый процесс, так скажем. Но, однако, хотелось бы отметить, что после проведения ремонтов у нас предполагается обязательно повышение скоростей движения поездов. Вот, к примеру, если мы в 2023 году объемы ремонта пути составляли примерно те же объемы, как в этом году. У нас повышение скоростей движения пассажирских поездов произведено в прошлом году на 656,6 километров. Это для пассажирского движения и для грузовых на 605,4 километра. То есть это влияет, как говорится, в лучшую сторону на движение поездов. А кто мониторинг осуществлял, кто следил за качеством выполненных работ? У нас за качеством многоуровневая, так скажем, контроль качества. Качество, допустим, ремонты капитального характера, капитальный ремонт так называемый, у нас привлекаются подрядные организации в основном. В основном привлекается авторский надзор, то есть технический надзор, который проверяют на соответствие проектному заданию, качеству материалов, применяемых в ремонте. И у нас есть также в отделениях магистральной сети наши приемщики, так называемые, по капитальному ремонту пути, которые отчисляют выезд, контроль выполняемых работ. На какой срок эксплуатации железных дорог теперь можно рассчитывать? Ну, как правило, если работы капитального характера проводятся, то межремонтный срок примерно в среднем составляет от 20 лет. То есть после проведения капитального ремонта мы к следующему капитальному ремонту приступим не ранее 20 лет, но это зависит от многих факторов. Это интенсивность движения, какой грузооборот на этом участке, пассажирооборот и так далее. Если компетентны вы ответить на этот вопрос, сколько затрачены средств на ремонт? Ну, я непосредственно курирую сами процессы ремонтов. Хорошо. Не могу озвучить в вашу сторону. Хорошо. Хорошо. Спасибо вам большое за то, что приняли участие в нашем эфире. Хорошего вам дня. Главный менеджер департамента пути и сооружений филиала КТЖ. Берег Биатов был с нами на прямой связи. Спасибо.